Добрый вечер! Давайте посмотрим, каким силам сейчас лучше обращаться. Момент спики и, в общем-то, конец ноября, конец энергии Хэллоуина и начало энергии новогодних всех праздников, Рождества, Йоля и много чего. И все это будет длиться, все эти новогодние два месяца будут точно длиться, и, в общем-то, я их до середины февраля делаю, и все они работают. Так что я их делаю до середины февраля. Но сейчас, в общем-то, меня больше интересует, к кому обращаться в момент спики, кто больше всего поможет вам исполнить ваши желания и получить, добиться вашей цели. Какая из сил? Выбирайте свои карты. Можете на разные желания выбрать разные варианты. Это по желанию. Я открываю. Начинаю с первого. Камера не зеркалит. С первого варианта. Тут семерка мечей. Тут драка изображена. Человек прячется и готов нанести удар. Причем, он прячется за таким столбом охранным символом города или божеством. И королева Пентакли. Она перевернута, но на престоле. Настоящая такая королева. В драгоценностях. И, кстати, в лавровом венке символи победителя. Золотой венец и яблоки. Так как это скандинавский, это ближе к Фреи. Наверное. Вообще легенда о молодильных яблочках. Ну, тут надо обращаться. Тут схватка. Тут к богам войны. К богам войны и морока. Человек стоит спрятавшись. И обращаться надо. Тут обязательно надо обращаться за защитой дома. На защиту. Тут вообще любые ритуалы. Сперва делайте на защиту. Обязательно нужно обращаться к богам морока и вообще ко всем подряд за защитой. Тут не указано, кому. Тут любые защиты надо ставить. И указано только, что это боги морока. И королева Пентакли перевернута. Это морока. И еще вам советуют сделать на красоту. Не важно, кому. На красоту и молодость. Тут даже не королева важна. И не лавровый венок. А именно яблоки молодильные. На красоту и молодость. Тоже к любым. Тут не указано какое-либо конкретное. Тут любые пойдут. Сохраны. В любом все, что вы хотите добиться, хотите получить, вам советуют как можно больше сохранов. И от воров, и вообще от всего. Любых защит. Но основное тут боги морока и те, кто дают молодые боги, связанные с красотой и юностью. Здесь боги морока у нас скандоморок. Мороз. Локи. Боги вот с мороком связаны. Морок вот тот же. Тинница. Хозяин психбольниц. Это боги морока все. Им всем это свойственно. Боги красоты. Это Аполлон. Это Фрейр. Это Кама. Это Аонгус. Боги красоты. Это Танатио. Бог вечной юности. Бог солнца Ацеков. Вот к этим. И плюс сохраны вообще ко всем. То есть любые ритуалы просто к ним. Через них у вас это пойдет. Вот первому варианту такой ответ. То есть через богов морока и богов красоты. То, что неважно, что вы хотите. Исполнение желаний, победы, успеха. То есть через Аполлона, через морока, через Фрейра, через Каму, через Аонгуса. Просто тут разные желания. Если что-то победа и успеха, то боги морока, боги вод. Любые. Тот же Харон. Бог вод. Иисус тоже, кстати, бог вод. А если вы хотите что-то с семьей. Покоя, стабильности, красоты. Это, кстати, похудеть очень хорошо. Но похудение, любые ритуалы. Тут Королева Пентакли перевернута. Это вот к богам красоты. В молодости семерка еще вам советуют обратиться к богам с пророческим дяром. Я уже говорила, это Бран и Феб. Самым ярко выраженным. Вот такой первый вариант. А мы переходим к второму. Прощаемся. У нас второй вариант. Тут шестерка Пентакли. Руна Саула. Ну, тут очень четко. Это к богам солнца. Тут по руне. К силе солнца. К любым богам солнца. И карта высших сил у нас перевернута к богам солнца. Ваши все. И тут темная карта перевернута. И к богам подземного мира. Любым. К темным светлым. То есть ниже. И к богам смерти. И к темным богам тоже. К любому из них. То есть Азис. Аид. Азирис. Миктлантикутли. Глава мира смерти. Ацеков. К Велесу. Если вам славянский пантеон ближе. К Брану и Церну. Ну, к Кельтскому. К Локе в Скандинавскому. Если вам вот. Кто вам ближе тут. Или к Люциферу. К Капуху. И Киме. Это мир смерти майя. В общем. Кто вам ближе. К тому и обращайтесь. Тут очень вообще. В отличие от первой карты. Ну, первый там. С мороком. Это понятно. И тут вам принесет победу и успех. Именно солнце. Ну, и боги войны тоже. Тут шестерка. Это не боги богатства. Шестерка. И еще вам советуют к хозяину перекрестка обратиться. Через него работать по шестерке. К хозяину перекрестка у него просить помощи. Исполнения желаний. Вот через такие силы. Обращаться. И у вас все получится. Вот ваши энергии сейчас. Исполнение желаний. Лежит через это. Вот такой второй вариант. Он, кстати, очень четкий. Очень однозначный. Мы прощаемся. Переходим к третьей. Третий вариант. Но тут в прямую. Фрейр. Тут даже нарисован. Это чисто фрейр. И четверка. Пентакли. Но тут. Корабль горит. Девушка стоит на берегу. В безопасности. Ну, корабль так к богам вот. И к фрейру. Вам обязательно надо обращаться, чтобы как это от одного берега идти, к другому прийти. За свободным более образом жизни и спокойным. Кто хочет переезд, просто в прямую. Путешествие от горящего дома в новый. Вам, в общем-то, к богам богатства надо обращаться. Тут шут, это бог богатства. К богам богатства. И к морским богам. И еще тут пожар. Это огонь еще. То есть огонь, богатство и море, и морские боги. Любые боги. Вот это Нептун. Лир. Кельтский бог. В общем, выбор того. Иисус, кстати, морской бог. Бог вот. Классический совершенно. Кто любит. Вот они вам сейчас помогут. Боги огня. Это огня, прежде всего, индийский. Это тот же Молох. Он вселенский огонь. Жужун. Это китайский бог огня. Сварок. Это славянский бог огня. В общем, Локи бог огня, кстати говоря. И фрейер еще бог солнца. Ну, это, в общем-то, бог солнца и бог богатства. Тут можно к Калиде, он же Спиридон Санцеварот, обращаться к Хорсу, к Ерилу. Это одно и то же, в общем-то. К Калидаху. Ерилу, Хорс отдельный бог. Это он просто меняет, скажем так, обличие. Кенча, Хао, бог солнца Майя. В общем, к богам солнца и к богам богатства. Боги богатства. Это помимо фрейера. И Ганеша. У кельтов это Дагда, Белин. У Майя Баломт Кацап. Ну, его по-разному. Баломт Казеп написали. Но я уже так к нему обращаюсь. В общем, к любым богам богатство. У вас с материальным связано. И свободным образом жизни и переезда. Вы можете обращаться. Если вы хотите к скандинавским богам, привыкли. Это к фрейерам. Чисто. Кто чисто в православии работает или в этом, это Иисус. Тут как бы два страна. Тут и вода, и огонь, и богатство. Тут лучше и к тем, и к тем, и к тем обращаться, чтобы был какой-то результат. Вот такой у нас третий вариант. Такой сложный расклад. Даже не ожидала. Мы переходим к четвертому прощению. Четвертый вариант. Сверхумеренность перевернутая. Тут очень красивая девушка изображена у нас. Богиня. И норная. Но тут все понятно. Тут к богам судьбы. Боги судьбы. Это хронос. Это погода. Это хорс. О, славян. Верховные боги все связаны с судьбой. Тут же. Один. Дагда кельтов. Тенгри. К богам смерти за продлением вашей жизни. И умеренность, чтобы на роскошную и изобильную жизнь, чтобы у вас не было умеренности, у вас не отрезали это. Если, чтобы у вас это не забирали. То есть, чтобы вам давали не меру, которую вы не можете терпеть, а дали сверх всего за изобилием, за роскошью, за красотой. Кстати, тут женские карты. Это обязательно связано с семьей, с красотой и с гармонией отношений. Вот за этим можете обращаться. В общем-то, за счастливой судьбой, без умеренности, чтобы у вас была такая. У вас сейчас плетется линия судьбы и очень сильно меняется. В общем-то, у трех вариантов, в общем-то, у всех тут очень сильно меняется линия судьбы, чтобы вам спряли буквально. Именно спряли на новую судьбу, на перемену судьбы, к любому, кто это делает. И тут к хозяину книги судьб хорошо обращаться. И вообще ко всем за переменность судьбы на более хорошую, лучшую, более роскошную. Потому что у вас мера и перевернутая стоит, а она не нужна. Ее нужно выкинуть вот эту карту. Умеренность, она вам все обрезает. Вы только начинаете обретать что-то. Вам раз по умеренности обрезали парки. Перевернутую умеренность, это ничего нельзя терпеть. Мы уже не можем. Вот вам это нужно выкинуть буквально просто. Вот такой четвертый вариант. У вас это все получится. Потому что мы смотрим, кому обращаться. У вас очень так четко. Это выпало. Прямо два старших аркана. Единственный вариант. То есть у вас сейчас очень важная поворотная точка. И вам нужнее всего воспользоваться этим. Ну вот на этом мы прощаемся. Кстати, очень тяжело на эту тему даже говорить.